Девушки, которые занимаются танцами на пилоне, зачастую подвергаются насмешкам до сих пор, сталкиваясь с непониманием, а иногда и с настоящей агрессией. Буквально три дня назад на студии здесь произошел такой казус, когда молодой человек должен был выступить шоу с мыльными пузырями, отказался выступать, потому что он посчитал, что он находится в неприличном месте и здесь находятся неприличные женщины. Такие случаи для девушек далеко не редкость. Они признаются, ради любимого дела пришлось пройти через осуждение и даже ссоры с близкими. Но оно того стоило, ведь сейчас их родители, мужья и даже дети приходят на все выступления. Кстати, многие не знают, что полдэнс это не только танцы, но и спорт, который требует не меньших усилий, чем, например, легкая атлетика или акробатика. У меня был такой опыт, я уже пришла более-менее подготовленная, но все равно было очень тяжело, потому что я пришла на направление полуспорт и физической активности. Мне в данный момент не хватало и мне было тяжело. Когда я пошла на экзот, уже было немного попроще, так как это больше танцевальное направление. На первый взгляд кажется, что освоить азы такого танца совсем нетрудно, на деле все куда сложнее. Ведь полдэнс это в первую очередь работа со своим весом, поэтому физическая подготовка тут важна. Отдельного внимания заслуживает и обувь танцовщиц. Стрипы имеют немаленький вес, да и передвигаться на них непросто. А средний ценник за одну пару таких кожаных туфель варьируется от 8 до 12 тысяч рублей. Ну даже шахматы травмоопасный вид, то есть любой вид травмоопасный, есть, да, как бы у нас такой риск травм. Нужно следить, следить, если ты танцуешь на каблуках за своей осанкой, чтобы не подвернуть ногу, должен нарабатываться хват. Поэтому все упражнения мы даем постепенно, чтобы ты был готов к выполнению упражнения какого-то любого элемента. Пилонным спортом занимаются сегодня не только девушки, но и мужчины, и даже дети. Конечно, в Забайкале эта дисциплина развита не так сильно, как в западной части России, но все равно имеет спрос среди местных жителей. На сегодняшний день у нас уже сложилось такое формированное мышление, что дети могут заниматься спортом, да. Сейчас хорошо идут дети на пилон, нет уже такого. Дети на пилоне, это что такое? Я очень сейчас часто и активно вывожу детей на соревнования. Дети у меня сильные, подготовленные. Мы очень много уже выиграли первых мест, заняли кубки по спорту на пилоне именно с детьми. Пилонный спорт еще два года назад официально внесли в реестр видов спорта «Россия». А уже совсем скоро, в 2024 году, он войдет в состав соревновательных дисциплин на Олимпиаде. Дарья Пьяникова, Екатерина Бокшеева, Никита Дроздов. РТК Забайкалье.